Приветствую вас! И причин, по которым у вас заканчиваются отношения с мужчинами после двух-трех встреч, может быть несколько. Первая причина, она более простая, заключается в том, что мужчина просто не готов, не хочет ответственности за вас и за ребенка. То есть, это люди, в принципе, недостаточно серьезные, которые не настроены на долговременное отношение, которые, скорее всего, воспринимают вас как временного партнера для отношений. Мужчины такие не обладают особой надежностью, являются, как правило, немного трусливыми, и, в общем-то, тут перед вами стоит выбор. Либо такому мужчине вы не говорите о том, что у вас ребенок, и, собственно говоря, встречаетесь с ним как обычная женщина без ребенка, то есть не рискуете. Но в процессе общения с ним пробуйте выяснить, как он относится к детям, и, исходя из его непримужденного, так, знаете, мимоходом спросить, как ты относишься к детям, вам будет понятно возможные перспективы с этим мужчиной в контексте вашего ребенка. В этом случае вам необходимо менять немножечко круг, стараться знакомиться с другими мужчинами в другом месте, и, по возможности, наверное, даже, как вариант, сразу говорить о том, что у вас есть ребенок. То есть, чтобы у вас не было надежд, чтобы вы не, допустим, строили свои ожидания чего-то, а потом раз, и выяснилось, что эти ожидания не оправдались для того, что мужчина не захотел, значит, не все ответственности еще и за вашего ребенка. Далее нужно понимать, что для мужчины, особенно для гордого мужчин, для мужчины, которые очень сильно себя любят, ребенок это намек, это напоминание о том, что у вас был кто-то до него. А это всегда неприятно для мужчин, бывают такие вот индивиды, которые ребенка воспринимают как факт, а вот до него у вас балаши. Ну, естественно, с такими мужчинами даже связывают свои отношения, даже время трачнестого. Я надеюсь, вы понимаете, и вы понимаете это. Следующая причина, по которой, может быть, могут не свариваться ваши отношения с мужчинами, опять-таки, причина это уже не относится к ребенку. Вот это вы пишете, что после знакомства с сыном они представятся в момент сейчас. Но, может быть, дело все у вас. То есть, вы, может быть, слишком это делаете навязчиво. Может быть, вы как-то слишком, вот, выставляете то, что у вас есть сын, как бы говорить, вот, если ты со мной встречаешься, да, то ты и ребенка моего должен содержать. По крайней мере, мужчина это воспринимает именно так. И вам надо пересмотреть более детально свое поведение с мужчиной, как вы с ним себя ведете, как вы себя ведете в контексте своего ребенка, как вы его подносите, преподносите к мужчине. И, собственно говоря, возможно, здесь нужно что-то изменить, чтобы мужчина все-таки не чувствовал принуждения с вашей стороны. То есть, я хочу сказать, что понятно, что вы никого не принуждаете ни к чему, но мужчина это чувствует именно так. И это важно. Важно сделать блак, чтобы он не чувствовал никакого на него давления. Ну и последняя причина, которая может быть, это то, что вы не особенно меняете свое поведение к мужчине после того, как ознакомиться его с ребенком. Что-то в вашем поведении меняется, и меняется, судя по всему, не в лучшую для мужчины сторону. Если это так, то опять-таки нужно проанализировать ваше поведение и понять, что в нем может отталкивать мужчин уже после того, как вы познакомили его с ребенком. Ваш субъективный взгляд на свое поведение, самоанализ может не дать результатов, потому что вы воспринимаете себя сами субъективно. Только со стороны можно понять, что именно вы делаете не так, и помочь вам это исправить. Но если вы уверены на 100% или как-то бы на 99%, что вы делаете все хорошо, то значит просто вам не везет с мужчинами, и круг знакомства нужно немножко расширить и поменять. Если вы считаете, что проблема у вас, тогда нужно детально более с вами поработать и посмотреть, что же именно вы делаете не так. Может быть, подсознательно вы издравниваете мужчину с тем человеком, с которым у вас были отношения раньше. Может быть, так. Но это все нужно, еще раз говорю, разбираться, то есть в процессе работы. Пока вам вот такие вот рекомендации. Надеюсь, помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам удачи. Всего доброго.